Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и ведущий Александр Климов. В Хакасии семьи начали получать ежемесячные денежные выплаты из средств материнского капитала. Данная мера поддержки действует с 1 января 2018 года. Сколько семей уже воспользовались своим правом на выплату, об этом мы попросили рассказать начальника отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Хакасии Эдуарда Сильченко. Эдуард Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Эдуард Владимирович, программа материнского капитала действует в нашей стране уже 11 лет. За это время тысячи семей получили средства маткапитала. На что чаще всего тратят эти деньги семьи в Хакасии? На сегодняшний день сертификат на материнский капитал получили порядка 38 тысяч семей. Распоряжаться средствами материнского капитала законом стало разрешено с 2009 года. За этот период в республике Хакасии было направлено средств на различные из направлений более 11 миллиардов. Львиная доля из них это, конечно, на улучшение жилищных условий. То есть это приобретение жилья, это долевое участие в строительстве жилья и также это строительство своего индивидуального дома собственными силами. А есть ли какая-то статистика? Покупают или строят жилье семьи все-таки с привлечением кредитных средств или без кредитов? Если сравнивать, куда больше направляя средства материнского капитала на погашение кредита или займа или непосредственно перечислению продавцу либо застройщику, то лидирует. Здесь, конечно, погашение кредитов и займов. Этому есть, конечно, свое объяснение. Чтобы распорядиться средствами маткапа, необходимо, чтобы ребенку, который дал право на материнский капитал, исполнилось три года. При погашении кредита или займа на улучшение жилищных условий такого срока нет. То есть, женщина получила сертификат, и если есть кредит на приобретение либо строительства жилья, либо они вот сейчас только его оформили, то, не дожидаясь трех лет, граждане могут направить материнский капитал именно на погашение данного кредита. Эдуард Владимирович, я уверен, что все-таки без нарушений не обходится. А много ли нарушений выявляется при распоряжении средствами маткапитала? И в основном, в чем суть этих нарушений? Ну, вообще нарушения можно, скажем, распределить, ну, скажем, злостные и незлостные нарушения. Ну, скажем, злостные – это женщина, зная, что она лишена родительских прав, либо ограничена в родительских правах, подает заявление на распоряжение материнским капиталом, скрывает данный факт. При проверке этих фактов сотрудники пенсионного фонда, конечно, если такое имеет место быть, мы устанавливаем и отказываем в распоряжении средств материнского капитала. Ну, бывают иные нарушения, скажем, что женщины не специально нарушают закон. Скажем, законом предусмотрено, что если мы гасим займ, который был выдан на приобретение либо средства жилья, то организация должна подтвердить перечисление этого займа на счет владельца сертификата. Но бывают такие случаи, когда займ перечисляется не на счет владельца сертификата, скажем, а на счет продавца сразу. И в этом случае мы также вынуждены отказывать в распоряжении средствами материнского капитала. Скажите, а бывают случаи, когда вы требуете вернуть в бюджет уже перечисленные деньги? Да, в случае, если мы увидели такие нарушения, как лишение родительских прав, либо женщина перепродала приобретенное жилье за средствами материнского капитала, мы пытаемся через суд вернуть эти деньги в бюджет, так как они потрачены были не на те меры, которые предусматривает закон. Скажем, если женщина перепродала свое жилье и деньги использовала не по назначению в своих целях, ну понятно, что эти деньги пошли не на улучшение жилищных условий, и для маленьких ребятишек, для ее, ну конечно, это ущемление прав. С 1 января правительство России ввело новое направление расходования средств материнского капитала. Расскажите о новых возможностях. Куда теперь можно потратить эти средства? Да, действительно, с нового года у нас появились как новые направления, так и были немножечко реформированные старые. Начну с получения образования детьми. С нового года можно направить средства на содержание ребенка в детском саду, не дожидаясь трехлетнего возраста. Ранее по правилам направить средства на содержание ребенка в детском саду можно было при достижении ребенком, который дал право на материнский капитал, через 3 года. Сейчас же этот возрастной цен снят. У нас в этом году за первый квартал именно по данному направлению увеличилось обращение на 20%. Вот за первый квартал подали заявление на детский сад, не дожидаясь трехлетнего возраста, 40 семей. Я считаю, что для республики Хакасия это хороший результат. Ну и, конечно, самое главное из направлений, которое было введено с нового года, это ежемесячная выплата за счет средств материнского капитала при рождении второго ребенка. Вот здесь хотелось бы остановиться поподробнее. Расскажите подробнее о ежемесячной денежной выплате. Кто имеет право на нее? О какой сумме идет речь? Кто имеет право на ежемесячную денежную выплату за счет средств материнского капитала? Это женщины, которые родили второго ребенка, начиная с 1 января 2018 года. И те, кто являются владельцами сертификата. Это одно из условий. Первое условие. Второе условие. Чтобы средний душевой доход семьи, владельца сертификата, не превышал полуторакратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения, который был установлен на второй квартал предыдущего года. Ну, здесь могу привести пару примеров, чтобы людям было более понятно. Скажем, у женщины был ребенок, и второго ребенка она родила 5 января 2018 года. Эта женщина имеет право на сертификат в связи с рождением второго ребенка, и также имеет право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, в случае, если будут соблюдаться условия по среднедушевому доходу. Вторая ситуация. У женщины уже было двое детей, которых она родила до 2007 года, то есть у нее сертификата на материнский капитал нет. И она родила третьего ребенка 5 января 2018 года. Право на материнский капитал у нее появилось, ей сертификат выдадут, но, однако, права на ежемесячную выплату у нее нет, так как ребенок у нее, рожденный в 2018 году, третий. Теперь по сумме ежемесячной денежной выплаты. Размер ежемесячной денежной выплаты за счет средств материнского капитала составляет прожиточный минимум ребенка, который установлен на второй квартал предыдущего года. На сегодняшний день размер ежемесячной выплаты составляет 9811 рублей. Что мы учитываем при определении права на ежемесячную выплату? Мы учитываем зарплату мамы, зарплату папы, пенсии, иные выплаты, которые получают эти граждане и по линии пенсионного фонда, и по линии фонда социального страхования, и по линии социальной защиты населения. На сегодняшний день у нас обратились за данной выплатой 7 семей. Выплата уже произведена 4 семьям. По 3 семьям сейчас мы проводим проверки. В ближайшее время выясним решение, и эти люди также будут получать эти выплаты. Скажите, а вот эта сумма, она будет индексироваться, или индексация не предусмотрена? Все зависит от того, какой прожиточный минимум будет установлен в нашем регионе во втором квартале нынешнего года. В 2019 году сумма ежемесячной выплаты составит именно сумму прожиточного минимума ребенка, который будет установлен во втором квартале 2018 года. Какой минимум будет установлен, такая сумма ежемесячной выплаты будет на следующий год. Скажите, а семьи, имеющие право на получение этой ежемесячной выплаты, должны собирать пакет документов через какой-то определенный срок, или один раз подают заявление и выплатить эти средства? Очень важный момент. Дело в том, что эта выплата устанавливается до достижения ребенку полутора лет. Первый раз, когда женщина подает заявление, эта выплата устанавливается на год. Выплата устанавливается с момента рождения ребенка и на год. В случае, если женщина обратилась до истечения шести месяцев после рождения второго ребенка, то мы вернемся и заплатим с даты рождения этого ребенка на целый год. Если женщина обратилась позже, то есть после истечения шестимесячного срока, то мы установим выплату с датой обращения и до достижения ребенка полутора лет. А вот теперь посмотрим в тот случай, если женщина обратилась до достижения полугода. Скажем, женщина родила 5 января, обратилась к нам в марте, мы устанавливаем ежемесячную выплату с 5 января 2018 года по 4 января 2019 года. Это год. И чтобы получать еще полгода эту выплату, она снова должна будет собрать документы, предоставить в пенсионный фонд. И мы будем платить еще полгода. Но уже получается другой прожиточный минимум. Скажите, а если за этот период в семье изменится уровень дохода, это ни на что не повлияет? Нет, это может повлиять каким образом? Если уровень дохода изменился в сторону уменьшения, то вряд ли это может повлиять. Потому что женщина также будет иметь право на ежемесячную выплату. А если доход изменился в сторону увеличения, то опять же здесь нужно будет рассматривать и прожиточный минимум трудоспособного населения, который будет установлен на второй квартал предыдущего года, и какие сейчас у нас доходы, и возможно, а было ли у них пополнение в семье. Если вернуться немного назад, мы говорили с вами о плате детских садов с помощью средств материнского капитала. А это касается только муниципальных, государственных детских садов? Или таким способом можно оплачивать и частные детские сады? Закон предусматривает оплату детских садов любым организациям, имеющим право на эту деятельность. То есть и частные детские сады, и муниципальные детские сады мы оплачиваем за счет средств материнского капитала. Также очень хорошая, как мне кажется, мера по поддержке семей, в которых родился второй ребенок, которые получили право на получение материнского капитала, это с 1 января вступила такая норма, что семьи имеют право на льготную ипотеку под 6% годовых. В Хакасии есть семьи, которые уже воспользовались данными льготными условиями? Ну я скажу, что пенсионный фонд оплачивает из средств материнского капитала любые кредиты, и независимо, льготная это ипотека или нельготная. Это ипотека 6%, это ипотека или 10% или 12%. То есть для нас это не важно. Мы как оплачивали ее, так и оплачиваем. Но на сегодняшний день я точно знаю один случай, что было подано заявление на распоряжение средств материнского капитала на оплату ипотечного кредита, именно льготного, именно под 6%. Один случай я знаю точно. То есть можно с уверенностью сказать, что в республике Хакасия данная программа стартовала. Скажите, а вообще семьи торопятся реализовать средства материнского капитала при его получении или все-таки держат, ищут подходящий вариант? Ну, учитывая, что на сегодняшний день, как я уже говорил, у нас 38 тысяч женщин получили сертификат, из них более 60% уже полностью распорядились материнским капиталом. То есть вот за период с 2009 года по конец 2017 года за период 60 с лишним процентом распорядилось. То есть это говорит о том, что люди пытаются скорее истратить маткапитал, а также учитывают то обстоятельство, что в основном деньги тратятся на приобретение либо строительство жилья. В этом случае маткапитал тратится сразу полностью. Планируются ли в ближайшем будущем какие-то изменения по поводу материнского капитала? В настоящее время мы пока не располагаем такой информации. А индексация тоже не предусмотрена? По закону индексация, конечно же, предусмотрена ежегодно, но, однако, эта индексация пока приостановлена. Надеемся, что в следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован. Эдуард Владимирович, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова